И вот подобные московские попы контролировали духовную жемчужину Украины, Киево-Печерскую лавру. И открыто пропагандировали там русский мир. Распространяли агитки, молились за патриарха-агрессора Кирилла и, конечно же, зарабатывали уйму денег. Настоятель лавры, митрополит Павел, прославился по-настоящему христианским аскетизмом. Вы в церкви сегодня были? Подумайте о душе, а тогда будете мне делать вопросы. Ваш водитель нарушил сегодня? Ничего, слава Богу. Поехали. За любовь к дорогущим авто его в Украине даже прозвали Паша Мерседес. А его миролюбие и сдержанность просто стала притчей во языцах. Присылайте людей, а не золторотики. Ты пришел, как бомб, вы как бандиты. Как бандиты. А ты просто, знаешь, невежды, каких свеча не пахнет. Ты душевно хоро-людин. До вечера умрете все во имя цьей Сына Святого Духа. Но сегодня Украина одержала историческую победу. В этот раз на духовном фронте. Впервые в одном из храмов рождественскую литургию отслужила православная церковь Украины и митрополит Эпифаний. Сеть уже взорвалась приколами о митрополите Павле. Мол, вообще не хочу уезжать из Лавры. А еще очень удивились вот этой фреске в Успенском храме, потому что там лик того самого Паши Мерседеса.